День добрый, дорогие друзья, в эфире программа «Семейный доктор». Я приветствую вас в студии, как всегда, Анатолий Алексеев. Не обращайте внимания на то, что вот здесь вот сейчас у меня дисков, о монологах, о здоровье нет. Они пока еще есть. Их, правда, не так уж и много, но пока они есть. И здесь их как раз нет, по той самой причине, что вот сегодня я взять их не смог. Но они пока есть. Телефон, по которому вы можете выяснить возможность заказа монологов о здоровье нашей программы 727 1292. 727 1292 – это вот СГУ-ТВ, та служба, в которой вы сможете заказать эти диски. Ну что же, сегодня мы с вами будем разговаривать. Разговаривать не общаясь по телефону, я не буду отвечать сегодня на ваши вопросы. А мы будем с вами говорить о чрезвычайно важном периоде в нашей программе. Я имею в виду адаптационный период, я о нем как бы начинал говорить не один раз, но мы так как с вами и не смогли закончить эту тему. А вот непонимание этого момента, непонимание, что такое этот адаптационный период и для чего он нужен, мне кажется, у многих из вас тормозит процессы восстановления. Просто тормозит. А самое главное, так сказать, что делает непонимание вот того, что такое адаптационный период, это то, что вы как бы перегружаете ваш собственный организм, ставите его в более тяжелые условия, чем это нужно, и в результате мы с вами как бы сам эффект от оздоровительной программы как бы отодвигаем. Вот о чем сегодня у нас с вами пойдет речь. Но предварительно я хотел бы ответить на два вопроса. Первое. Вопрос для меня не очень понятный, мне казалось, что все-все ясно абсолютно. У нас с вами в экстренном очищении организма используется рис. Я говорю о том, что желательно, тогда, когда вы провели солевое очищение, то где-то часа в 4-5 вечера, желательно съесть 2-3 столовых ложки круто сваренного риса. И сразу вопрос возникает вот какой. А какой это должен быть рис? Длинный, круглый, коричневый или обычный? Друзья мои, вот не имеет никакого значения, какой это круглый, коричневый или дело все в том, что мы с вами в этой ситуации используем рис не для питания. Он нам нужен как сорбент. Потому что, особенно я обращаю внимание вот на это обстоятельство, людей, страдающих проблемами опорно-двигательного аппарата. И издавна, испокон века, потому что ведь очищение рисом пришло к нам с вами не вчера и даже не стоя не 200 лет назад. А, так сказать, точнее так, появилось не стоя не 200 лет назад. К нам пришло, наверное, где-то около 100 лет назад вот такой способ очищения организма. А вот сама-то эта методика появилась несколько тысяч лет назад. Это нам с вами в наследство оставило йога. Йога. Так вот, используется, как правило, вымоченный рис. Классическая схема подготовки вымоченного риса такая. Это так называемый 10-дневный или 6-дневно вымоченный рис. Вы сегодня взяли стакан воды или какую-то посудинку, скажем, банку пол-литровую, выспали туда 2-3 столовых ложки риса и залили эту банку водой и оставили. На следующий день вы взяли вторую банку, поставили её, насыпали туда 2-3 столовых ложки риса, залили водой, а в первой банке воду слили и залили новую. Рис остался в ней. Третий день – это уже третья банка, четвёртая, четвёртая и так далее. У вас получается вот такая вот цепочка из 6-7 банок, в которых вот в течение 7 дней вымачивается рис. И тогда уже, когда мы начинаем очищать организм, то мы берём оставшийся рис из первой банки. Вот он 7 дней, мы меняли в нём воду в первой банке, 7 дней. За 7 дней там практически осталась только одна вот то, что называется рисовая решёточка, да, рисовая структура. Больше там ничего не осталось. Там не осталось ни крахмала, ни питательных веществ каких-то, ничего. Просто вот кремниевая структура риса. Мы взяли этот отмоченный рис, положили его в маленькую кастрюльку, чуть-чуть залили водички туда очень немного и протепятили как следует. И вот эта вот такая уже, так сказать, ну, полупрозрачная такая, так сказать, масса, которая появляется после вот такой варки риса, вот это и есть тот самый сорбент, который нам нужен. Как вы понимаете, от сорта риса, это вот, это клетчатка рисовая, вовсе никак не зависит. Нам нужна с вами только клетчатка. Но это классическая форма, и готовить рис для того, чтобы провести один день экстренного очищения организма, наверное, не нужно. Как делается рис? Ну, в силу того, что, видимо, много непонимания, я поэтому расскажу. Всё очень просто. В день, когда вы проводите или начинаете экстренное очищение организма с помощью соли и магнезии, вот при, вот утром тогда, когда вы встали, вы взяли тот же самый стакан или баночку, чистенькую баночку стеклянную, положили туда те самые три столовых ложки риса и залили водой. И день стоит чуть-чуть, иногда можно его просто перемешивать, да? Часа через два-три вы эту воду слили и залили свежую, новую. И уже перед тем, как варить его, слили ту воду, которая была, и промыли вот тот рис, который мог у нас эти вот 4-6 часов. И уже из него его сварили вот в ту массу, которая нам с вами нужна для очищения организма. Вот таким вот образом можно поступить в этот день. Поэтому от сорта риса, второго сорта, первого сорта, третьего сорта, длинный или круглый, или коричневый, не имеет никакого значения абсолютно. Так что, пожалуйста, вы вот об этом запомните и особенно на этом не акцентируйтесь, потому что сорт нам абсолютно с вами не важен. Потому что самое большее, что нам будет мешать вот при использовании риса, при очищении организма, это крахмал, который в нем есть. Потому что крахмал такой, с одной стороны, так сказать, углевод, который дает нам, увеличивает возможности выработки энергии, но не это самое главное. Нам ведь важно, чтобы вот эта клетчатка сваренная, рисовая, она невероятно упругая и очень как вместистая, что ли, так лучше сказать, обладает огромной инсорбционной возможностью, поэтому она хорошо подчищает наш с вами желудочно-кишечный тракт. Итак, что касается программы, связанной с адаптацией. Вот понимаете, какая вещь? Вот я, пожалуй, задам вам такой вопрос. Вот у нас есть с вами первое правило, и я прошу его в обязательном порядке соблюдать, тогда, когда вы начинаете программу. И если у вас уже есть какие-либо хронические процессы, а как правило, они есть уже, либо это состояние вот хронических каких-то патологий, связанное с желудочно-кишечным трактом, либо эти вот хронические патологические состояния, связанные с состоянием сосудистой системы, неважно, это не имеет значения. Вот для того, чтобы нам с вами помочь нашему организму, ни в коем случае нельзя у него выбивать те подпорки, на которых он стоит. Ведь эти лекарства – это подпорки, это столбики, которые более или менее нас с вами поддерживают на плаву и дают нам возможность хоть как-то жить. Поэтому, так сказать, вот отказываться от лекарств ни в коем случае нельзя, но заметьте, что тогда, когда вы начинаете программу, лекарство, эффективность этих лекарств, оно, естественно, возрастает. В силу того, что как бы вот балластные вещества, шлаки, токсины, в том числе и белковые токсины, из организма начинают потихонечку уходить с большей активностью, чем это было до этого, организм очищается. Поэтому вот те лекарства, которые мы используем в этой ситуации, они становятся более эффективными. Но при этом мы с вами не должны забывать и о том, что побочные действия этих лекарств становятся тоже более ярко выражены. Ведь проблема заключается не в том, что мы с вами такие вот глупые и неразумные, что, так сказать, не можем справиться с болезнью, или врач не может нам помочь справиться с болезнью. Но что зачастую ведь врач и не понимает, с чем он как бы воюет. Но я, как для примера, приведу случай с гипертонией. Гипертония до сих пор процесс неясный для врача. Неясный. Его природа. Почему начинается этот процесс до разрушения нашего или переформирования нашего артериального давления? Никто не знает. Причины возникновения гипертонии не знает никто. Так кажется, что не знает никто. Но мы это с вами знаем, что в тот момент, когда мы начинаем с вами пить воду и начинаем с вами входить в этап относительного голода, как ни странно, давление у нас с вами как бы само начинает потихонечку снижаться. Значит, все-таки одна из причин, возможных причин, я никоим образом не хочу утверждать это, потому что, ну, для этого требуется просто дополнительное исследование, связанное именно с этим. Одна из причин, возможных, это высокая интоксикация организма. Почему сегодня Юрий Марк Шлевин, доктор медицинских наук, профессор, и поставил вопрос об проблемах эндоэкологии, то есть внутренней частоты человека, экологических проблем самого человека. Я почему об этом говорю? Потому что первый этап всегда нужно проводить нам с вами, да, не касаясь тех назначений, которые вам дал доктор. Не касаясь. Потому что тогда, когда вы провели первый вступительный этап, большую программу, я сегодня еще раз ее опишу, вот в монологах о здоровье, там, где я говорю о гипертонии, это четвертый, по-моему, диск, да, так сказать, там очень довольно подробно все-все-все-все-все вот этот первый вступительный этап описан. Вот после этого, тогда, когда вы увидите, что ваше давление, цифры вашего давления изменились и очень основательно, и что вам уже такое количество или такие сильные препараты не нужны, вы пошли к своему доктору, проконсультировались, и он вам изменил, он назначил вам другую схему приема препаратов или вообще другие препараты. И часть препаратов может он отменить. Вот этот вопрос надо решать всегда только с врачом. Я вас убедительно прошу, не потому, что я, там, сказать, боюсь за себя, или я за вас боюсь. Потому что довольно много людей, к сожалению, поступают неразумно, нелогично, да, по отношению к самим себе и своему собственному состоянию. Но вот вы провели вот этот вступительный период. Ведь он сколько у нас времени занимает с вами? 28 дней, 28 или 35 дней, не меньше, потому что мы должны научиться с вами пить воду, мы должны с вами войти в этап относительного голода, это вступление в программу вообще. Понимаете, мы вошли в этап относительного голода, мы в это время, во время этого, так сказать, большого-большого периода, 28-35 дней вступительного, мы с вами, так сказать, используем ипликатор Кузнецова, мы с вами используем ванны с морской солью, мы с вами едим, мы забыли об этом, а ведь я в свое время просил, особенно для людей, у которых сложились такие достаточно серьезные, хронические, патологические ситуации в желудочно-кишечном тракте, обратить на это внимание, и помните, мы говорили с вами о кваше, о том, что нужен кефир с чесноком, вот в это время, некоторые, вот несколько передач назад, я рассказывал, как эти пять дней очищения кефира можно проводить, это можно делать совершенно спокойно, на этапе относительного голода, то есть мы занимаемся с вами практически системным переустройством нашего организма, системным переустройством, вот это никогда не забывайте, к чему это приводит, представляете себе, вот мы взяли с вами, это грубый пример, я понимаю, так сказать, показатели, тогда, когда мы начали с вами ремонтировать нашу систему водоснабжения в квартире, в нашей, да, мы прочистили трубы или заменили их, да, мы прочистили колонку, прочистили, поменяли кланы, краны, мы убрали накипи, ну все, и у нас вода стала чистая, спокойная, течь из крана, мы можем эту же воду пить спокойно из-под крана, не устраивая никаких дополнительных очищений, вот понимаете, какая вещь, ведь то же самое происходит и с нами, внутри, тогда, когда мы наконец занялись вывозом мусора, который сами же накопили из организма, но надо понимать, что этот мусор, он у нас везде, не только в ЖКТ, и не только в суставах, и не только в сосудах, и не только в легких, и не только в печени и в коже, везде, значит, первый этап, вот этот вступительный, почему довольно часто, именно во время этого этапа, у человека, занимающийся оздоровительной программой, возникают обострения, обострения, ведь я подчеркиваю, и чаще всего, эти обострения выявляются в виде зуда, накожного, подкожного, в виде высыпаний, на кожу, да, иногда это, это просто вот какие-то сухие бляшки появляются, да, такие дерматозы, да, так сказать, говорят, атопический дерматит, или, так сказать, у вас могут вообще, так сказать, появиться такие, чуть ли не мокнутые на теле, я сейчас обостряю ситуацию, но просто обращаю ваше внимание на это, да, и вот, что это такое? Аллергии, как правило, говорят врачи, нет аллергии, не было бы у человека аллергии здесь никакой, а самое главное, глаза у него вроде не краснеют, слезы, слезотечения нет, одышки нет, отеков не возникает, так сказать, ринита не возникает, из носа ничего не течет, понимаете, что же это такое? Да это выброс, выброс, вам собственный организм показал, боже мой, боже мой, спасибо тебе, хоть моя печенка, начнет как часть меня, начнет потихонечку все-таки приходить в себя, выходить из того отравленного состояния, в котором она оказалась, поэтому никогда не торопитесь. Каким образом эти обострения, так сказать, с этими обострениями справляться? Лучше всего, конечно, эти обострения переждать. Обострения, как правило, держатся не более недели, не более недели. Иногда, в тяжелых ситуациях, когда с точки зрения функциональных возможностей органов, вот той же печени, желудочно-кишечного тракта, есть некоторая недостаточность, может там быть не 7 дней, а 10 дней. Можем мы как-то себе в этой ситуации помочь? Конечно. Первая помощь, первая помощь. Это помощь, связанная с тем, что мы делаем с вами ванны, солевые ванны. И эти солевые ванны должны быть крепкими. Крепкими. Когда не нужно делать солевых ванн, а нужно сделать шунгитовую ванну. Тогда, когда, прошу прощения, у нас есть трещинки на коже. Когда соль, очень уж крепкий солевой раствор, будет раздражать кожу, и может и болевой синдром возникнет. Все. Нам ведь важно убрать зуд. Зуд очень хорошо убирает шунгит. Трава, которая называется череда. Сделали отвар череды, влили в эту ванну, замечательно совершенно, и только с отваром травы череда провели такую ванну. Понимаете? Или вы сделали следующее. Вы налили ванну теплую, здесь не надо, так сказать, устраивать ни прохладную, ни поднимать температуру, ничего. Обычная ванна, приятная для вас температура, в которую вы взяли и добавили две столовых ложки соды, обыкновенной соды. Будет очень даже неплохо. Понимаете? Это очень такой микроскопическая доза, практически. Но представляете, что такое две столовых ложки соды на ванну. А зато результат будет очень хороший. И второй момент, связанный именно с этим. Это очень, очень неплохо для гибертоников. Тогда, когда мы эти вот 40 грамм, то есть, два раза по 20 грамм соли и магнезии укладываем туда же, так сказать, в эту самую ванну. И с солью магнезии мы делаем ванну. Понимаете? Вот что. Очень важно помнить, что не надо двигаться дальше по программе, а в обязательном порядке надо, так сказать, как вам сказать, дать возможность организму себя почувствовать в новых условиях. Вот что очень важно. В новых условиях. Вот, почувствовать те изменения, которые притекают в вас. И эти изменения, дать возможность им закрепиться. Для этого нужно время. Вот это и есть тот самый адаптивный период. я продолжу о нем говорить уже в следующей передаче, потому что мое время сегодня заканчивается. Ну а сейчас какой-то кто-то очень просится телефонный звонок. Ну нет, нет так нет. Значит, понятно, друзья мои, адаптивный период это и есть период накопления уровня здоровья. И не надо никуда торопиться, ведь мы самое главное, что мы делаем. Посмотрите, и почему я все чаще и чаще говорю, что во время вот первого вступительного периода не нужно использовать горячие процедуры. Ванны с морской солью замечательно. А вот, скажем, ванны со скепидарными эмульсиями нет. Почему? Да потому что ведь скепидарные ванны, кроме того, что они восстанавливают нам кровоток, восстанавливают капиллярную систему обеспечения жизни нашего организма, помогают восстановить нормальный уровень питания и обеспечения кислородом нашего организма. То есть восстановить биохимические принципы внутренней жизни нашего организма. Все это так, все это делают скепидарные ванны. Но первое, что они делают, ведь вот это никто никогда не замечает. А понимаете, первое, что делают скепидарные ванны, опять, усиливают токсический шлаковый сброс из организма и в кишечник, и в мочевыводящие пути, и на кожу, и через легкие, через дыхание. Понимаете? Вот об этом, пожалуйста, не забывайте, чем мы можем себе помогать, помогать вот во время адаптационного периода. Тогда, когда мы ванны не делаем, когда мы уже выходим из нашего этапа относительного голода, и себе, так сказать, можем позволить большую свободу действий. Вот мне кажется, что во время обострений самое главное, это сорбенты. сорбенты. Об этом вы все время забываете. Хотя на ваших собственных глазах и в вашей собственной жизни и в практике по оздоровлению организма эти вещи происходят буквально у каждого. как только началось какое-то обострение, один, два, три дня попили сорбенты, и вдруг становится хорошо. Лекарства нет. Лекарства, которые вы принимаете, они сами по себе. Но вот после приема сорбентов становится хорошо. И обострение начинает куда-то проходить, и мокнут те, которые возникли на теле, они тоже начинают подсыхать. И вот именно в это время, тогда, когда вы вошли в адаптивный период, особую роль играют БАДы биологически активные добавки к пище. Вот сейчас много об этом говорят. Роль их совершенно особая и очень важная. Единственное, о чем мы должны с вами помнить. БАДы это не лекарства, и они каких-либо симптомов, да, симптоматического действия на организм человека не оказывают. Но зато БАДы это те вещества, это те соединения, те комплексы, которые создают, ну, как всякое питание наше, условия, необходимые для восстановления организма. Это адаптогены, и вот так к ним и надо относиться. Но об этом мы поговорим с вами уже в следующей передаче. Ну, а сейчас, как всегда, всего вам доброго, здоровья, и напоминаю, телефон 727-12-92, это телефон, по которому заказываются диски с монологами о здоровье. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok